По этой дорожке и в эти двери каждое утро пробегал мальчишка Александр Потапов. Когда ты школьник, впереди еще вся жизнь, полная подвигов и великих дел. Но в школьные годы Александр даже предположить не мог, насколько великих и насколько короче от этого станет его жизнь. В 21 год Александр Потапов погиб в Афганистане. При выполнении воинского долга посмертно награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Не боялся, я у них так учил, потому что у меня отец погиб в войне. Я уже не боюсь, я вырос, писаться, я говорю, давай не позорьте меня. И письма такие писал, выставим, выставим. В школе 47 установили мемориальную доску в память о выпускнике. Педагоги и ученики школы гордятся оказанной честью. К тому же школа носит имя еще одного героя Советского Союза, Ивана Ванечкина. Это накладывает на нас двойную ответственность, на нас, педагогов. На наших ребят чтить и никогда не забывать о тех, кто нам дал эту возможность жить, учиться в этой светлой школе, в нашем замечательном городе. В ближайшее время в самарских школах будут установлены мемориальные доски в память о выпускниках, погибших при исполнении служебного долга в Афганистане. С начала учебного года до 9 мая у меня областное учреждение, поэтому я могу сказать, что область будет присвоить 70 образовательных учреждений нашей области званий Героев Советского Союза или России. Инициатива открытия мемориальных досок принадлежит администрации Самары и региональной общественной организации Союза десантников России. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. События.